Здравствуйте! Я Алиса Муратова. В своем видеоблоге я исследую одно из уникальных достояний нашей страны – мультикультурность, объединённую Единым Казахстанским Шанраком. И сегодня у нас знакомство с украинской диаспорой. Удивительно, но факт. Первые украинцы появились в казахских степях ещё шесть веков назад, когда отдельные землепроходцы осваивали за Уралье, Сибирь, а за одной и просторы северного и восточного Казахстана. А вот массовое переселение началось со второй половины XVIII века – от сосланных участников антикрепостнического движения до бежавших от Столыпинской аграрной реформы крестьян. Во время Великой Отечественной Казахстан вагонами принимал эвакуированных украинских специалистов, а позже – тех, кто добровольно приехал поднимать целину. Так среди сосланных непокорных вольнодумцев здесь оказался знаменитый украинский поэт, прозаик и мыслитель Тарас Шевченко. Здесь он провел 10 лет, которые считаются очень продуктивными в его творчестве. Видимо, потому, что очень полюбил эти земли и этот народ, как признавался сам Шевченко. Казахстану он посвятил 350 картин, несколько повестей, десятки стихотворений и поэм. Широкую известность получили его творения «Казашка Катя», «Пожар в степи», «Байгушит» и другие. Сегодня украинцы входят в тройку наиболее многочисленных этносов Казахстана. В республике работает больше 20 национально-культурных объединений диаспоры, языковые воскресные школы, группы народного творчества. До недавнего времени издавалась газета «Украинские новини». О способности украинцев, цитирую, «вкусно накормить даже врагам» впору слагать легенды. Еще больше интересных фактов о диаспоре нам сегодня расскажут и покажут сами представители этноса. Вот, вот, вот сюда. Салимец из Би Галины Ивановны. Здоровенький, булык! Галине Султанбековой было 9 лет, когда ее родители, в числе тысяч других добровольцев, отправились из Украины в Казахстан поднимать целину. Так здесь и остались. В 16 лет девушка поступила в Карагандинский медицинский университет, после которого больше 40 лет отдала педиатрию. ВУЗ стал путевкой не только в профессию, но и в счастливую семейную жизнь. Ведь там Галина встретила любовь всей жизни и будущего отца своих детей, Тохтара Султанбекова. Поэтому казахские национальные обычаи и традиции – это то, чем она и ее дети живут и сегодня, несмотря на то, что супруга и отца уже нет с ними, говорит Галина Ивановна. Двум дочерям и сыну она сама дала казахские имена – Айгуль, Марат и Жанна. А внучки – Карина или Эль – уже успели прославить семью на российском ТВ-шоу «Лучше всех». Ваша семья – Ассамблея народа Казахстана в миниатюре. Вы украинка, ваш муж – казах, старшая дочь замужем за русским, сын женат на казашке, а младший зять – уйгур. Это просто невероятно. Да, вы совершенно правы. На самом деле у меня так это. Потому что я выросла в Казахстане, и получилось так, что действительно моя семья интернациональная. Каждая нация, она достойна уважения. Поэтому мы соблюдаем только традиции каждой нации. Вот, например, наурыц проводим, празднуем, Пасху проводим, наша православная, празднуем все. Ну, я счастливая людина, по-украински говорят, потому что у меня трое детей, вот, и пять внуков, и уже один правнук и одна правнучка. Иметь такую большую интернациональную семью – это действительно здорово. Действительно с этим очень трудно поспорить. Наши народы, украинский и казахский народ, очень похожи. Похожи по культуре, похожи по обычаям. Потом казахский народ обладает добротой, и украинские добрые очень люди. Гостеприимные очень, да. Если ты приедешь, например, в АУ или в украинское село, голодным не будешь. Всегда позовут, всегда угостят. По распределению Карагандинского медицинского института мы с мужем были направлены в Чемкенскую область, в город Чардара. Это районная больница. Очень красивая, хорошая, уютная была больница. Там мы работали почти семь лет. За это время я научилась там казахскому языку. Когда дома, например, то у меня были шуточные такие фразы. Какие? Да, муж, конечно, смеялся над этим, но мне это нравилось. И я говорила Болдым, Тойдым, Рахмет, Шпимин, Сав Болдым, Юхтамс. Потом песни наши, величные, что казахский. Я вот, например, казахский язык мало знаю, но я люблю казахские песни. Вот, некоторые песни, когда поют, особенно о маме, у меня даже слезы появляются. Я даже бывает и плачу. Кстати, про мелодии. И Галина Ивановна, и другие участники коллектива «Хуторянки» любят, что называется, часто спевать под баян. А их баянист известен не только как музыкант, но и как один из немногих, кто дает таким редким в наше время музыкальным инструментам вторую жизнь. Человек-оркестр, который играет сразу на нескольких музыкальных инструментах и знает сотни мелодий разных народов. Так говорят о Владимире Усталове его коллеги. Вот уже 10 лет он аккомпанирует украинскому коллективу народного творчества «Хуторянки» и принимает активное участие в деятельности диаспоры. Спасибо вам за такую виртуозную встречу нашей съемочной группы, но мы, наверное, оторвали вас от работы. Я знаю, что ее у вас достаточно, ведь вы в культурном центре единственный, кто умеет восстанавливать подобные инструменты. Да, работы, конечно, всегда хватает, потому что приносят, отдают, продают по всякому разный инструмент. Например, вот этот инструмент, он требует себе внимания. Сложность его заключается в том, что здесь нужно действительно, как работа хирурга, собрать те детали, которые, к сожалению, к нашему, к моему большому сожалению, они так развалились, что… Просто не собрать уже все? Нет, собрать соберу. Владимир Иванович, я знаю, что ваш репертуар богат мелодиями разных народов. Из-за того, что я ремонтирую эти инструменты, их нужно отремонтировать, поэтому на них нужно сыграть. Совершенно нужно сыграть. Да, я играю и на гармонии, потому что нужно показать людям на аккордеоне. Еще на гитаре, ну, гитара – это вообще с самого, можно сказать, детства. Синтезатор появился, когда была мода на них. А вообще, казахские песни, они схожи с песнями других народов, в частности, Украина, своим колоритом, своим таким азартом. И, наверное, они чуть-чуть напоминают друг о друге. А для наглядного примера, вы можете мне сыграть что-нибудь казахское и украинское? Да, конечно. И теперь вот украинское, например. Браво! Это просто потрясающе! Такое мощное эмоциональное звучание. А вы не могли бы меня научить какой-нибудь простой мелодии? Давайте попробуем! Как говорят украинцы, для нашего Федота не страшна работа. Ай да точно! Итак, ставим пальчик на ноту до, потом идет ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Получается, играем гамму. Ага. До, ре, ми, фа, соль. Поехали! Великолепно! Ну все, теперь я записываюсь в коллектив Хуторянки. Галина Ивановна, ваши работы выставляются не только на мероприятиях украинской диаспоры, но и на праздниках Ассамблей народа Казахстана. Вы известны как настоящий знаток украинской вышивки. Так в чем ее секрет? Ну, знаете, я вышивкой занимаюсь 9 лет. Секрет, конечно, ее большой, так как это искусство, это народное творчество. Вот, даже вот возьмем, например, рушник украинский. Вот, если переводить на русский язык, то это полотенце. Но полотенце, оно не всегда используется для гигиенических нужд, а оно используется у нас для того, чтобы украсить икону, украсить, например, портреты дома, вот, встретить молодоженов, например, с караваем. Для каждого события есть свой рушник. Вот, например, молодожену, если встречаем, то обязательно рушник вышивается хлеб и соль, и две голубки, и цветы такой красивый. В новорожденных свой рушник тоже, там ангелочки вышиваются, тоже цветы. А вот наряд, который на вас, он тоже что-то означает? Вы сами его сшили? Это вышила мне моя доча, она вышила лентами. Эта вышивка очень сложная, очень трудоемкая. Он означает красоту, достаток женщины, которая уже в возрасте. И, конечно, маму надо украсить чем-то. Вот она мне украсила вот этими цветами, вот этой красотой. Вот уж не думала, что вышивка может быть такой говорящей. Вас ведь с ней тоже приглашали на шоу «Старше всех». Да, меня пригласили на шоу «Передача Старше всех». Вот, я, конечно, готовилась на это шоу, приготовила много вышивок, всё, но здоровье не позволило мне поехать. А сейчас узнаем, в каком детском саду в наказание накормят добавкой, и чем его владелица известна всей стране. Батаржан, какой вкрут? Яблоко. Как яблоко наказаться? Алма. Алма, молодец. Казахстанским Макаренко часто называют Ольгу Бутко. Она впервые начала рассказывать родителям о детях на телевидении в паре со своей малышкой-дочерью. Сегодня у Ольги уже трое детей, и она точно знает, как растить юное поколение здоровыми и успешными. Ведь в её центре развития, который со временем стал полноценным детским садом, хозяевами чувствуют себя сами дети. Педагогическая методика здесь в чём-то допоминает южнокорейскую, в которой воспитатель находится не над ребёнком, а вместе с ним, внутри образовательной среды. Всем здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте! Ольга, а в чём это выражается, что дети находятся в этом детском саду как дома? Ну, собственно, в том и выражается, что это их дом. Это их дом на день. И изначально идея детского сада у меня была именно такая. Я по образованию педагог, дважды педагог. Первое образование педагог-дошкольник, второе дефектолог. Я создавала сад такой, каким я хотела его видеть. Как вы мечтали, да? Да, для своих детей. И мне хотелось, чтобы дети шли из дома в дом. Даже когда они там расшумятся на занятии, бывает, вот я занятия провожу, я так встану, руки в бойки по-украински, говорю, так, дети в моём детском саду так себя не ведут. И мне дети говорят, а это не ваш детский сад. Я говорю, а чей? Он говорит, это наш детский сад. И это вот классно. Первого мая мы традиционно проводили фестиваль дружбы народов. Это очень красивый праздник в нашем саду, очень красивый, потому что детки наряжаются в костюмы своей народности, готовят какие-то определённые там номера, кто-то поёт песню на своём языке родном. Как воспитывали вас саму? Ну, меня воспитывал папа, конечно, я папина дочка. Папу моего привёз его отец очень давно, в 30-е годы. Они бежали с Украины от голода. И, конечно, это сказалось на его отношении к еде. Он всегда меня учил делать запасы, я очень запасливая. Бабушка, папина мама, она всегда говорила, вот всё детство, я помню, она всегда говорила, едой не наказывают. Для неё очень важно было всех накормить. Чтобы все были сыты. Да, чтобы все были сыты. То есть вот у украинцев, конечно, есть культ еды, потому что мы переживали голод. И я это в себе чувствую. Я всё время делаю запасы. Ну, ещё папа мой, он всегда говорил, что украинцы упрямые. И я это чувствую. Да, упрямые, упорные. Это касается не быта, это касается работы. Он всегда учил доводить дело до конца и делать всё лучше, чем ты можешь. А ещё украинцы, как и казахский народ, очень гостеприимные, радушные, открытые. И именно этому мы стараемся учить и наших детей. Девчонки, это что за такой сложный элемент вы сейчас делаете? Я выполняю трюк жонглирования булавы на уницикле. Алиэль выполняет трюк баланс одной ногой тоже на уницикле. Да, теперь я понимаю, что это не так-то легко, как кажется. Это вы сейчас к новому шоу номер готовите? Да, мы готовимся гастролировать по всей стране и дарить улыбки зрителям. Моих лучек в Москве прозвали бесстрашные гимнастки Казахстана. Но это не так просто, это тяжёлый труд. У них очень много наград, у них очень много медалей. Галина Ивановна, я знаю, что Леля установила негласный рекорд по вращениям на воздушном кольце. Это правда? Это правда, действительно, потому что первый рекорд, подтверждённый, принадлежит россиянке, которая в свои 16 лет сделала 61 оборот, а Лелечка сделала 94. Я восхищаюсь. ДИАСПОРА Здоровейте вы, доброго дня. Ласка вас запрошу, седайте, будь ласка. Казахстанские украинцы гордятся тем, что именно здесь, в Казахстане, у них развитый родной язык, поддерживаются традиции и культура. Вместе с тем крепнут и экономические связи между двумя странами. 270 совместных предприятий тому яркое подтверждение. В Диаспоре особо отмечают тот факт, что в городах республики есть улицы в честь прославленного Тараса Шевченко, а знаменитые украинские борщ и вареники – привычные и любимые блюда множества казахстанских семей. Так вот, как вы общественные работы проводите в центре. А говорили, репетировать, спевать будете, мероприятия планировать. И до репетиции дело дойдёт. У нас говорят, кто сыт, тот богом не забыл. Да, нам очень не хватает вот таких встреч, потому что украинцы, они такие, понимаете, люди общительные, хлебосольные. Было мероприятие, посвящённое Дню Единства Народа Казахстана, и мы первого президента Казахстана, Назарбаева, встречали хлебом с солью. В мероприятиях Ассамблеи Народа Казахстана мы тоже принимаем активное участие. Последнее было мероприятие – это День Единства Народа Казахстана. До карантина. До карантина. Кстати, об украинской кухне. Она на весь мир знаменита своим борщом вкусным, наваристым, ароматным, с галушками. Знаменита на весь мир украинскими варениками. Вареники и с вишней бывают, и с творогом, и с картошкой. А вот знаменитый гопак. Какова его история? Ну, гопак, понимаете, как музыка в Украине, она такая очень захватывающая, живая, всё. Ну и вот и мужчины придумали вот приплясать, скакать, всё. И во время вот этих плясок, подпрыгиваний, что там они только какие фокусы не показывают, говорят, гоп, это значит подпрыгивать. Галю, ягалю, дай води напиться, ягарка хороша, дай хоть поддивиться. У него другая была песка. Среди известных украинцев Казахстана спортсмены, политики, банкиры, режиссёры и сценаристы. Список можно продолжать бесконечно. И неважно, какой ветер судьбы занёс когда-то представители этого народа в наши бескрайние степи. Важно, что их потомки пишут про Казахстан сегодня. Вот лишь одна цитата из сети, которая лично меня очень тронула. Казахи умеют создать атмосферу доброты и праздника. И наполнить даже самый холодный и ветреный день тёплым юмором, счастьем и мясом. Это была история украинской диаспоры Казахстана. Салву, Ныздар и до новых встреч под нашим единым шанраком. Салву, Ныздар и до новых встреч под нашим единым шанраком. Продолжение следует...